здравствуйте меня зовут Наталья, вы проходили регистрации только что в нашей компании, я так понимаю заинтересованы в дополнительном доходе, верно? на новостях, да да, да, верно да, да, да скажите, у меня какой зовут, потому что где-нибудь написано в смысле, там что-нибудь сайфулотом не читается? так, сейчас проверю приятно познакомиться с вами скажите, вы что-нибудь слышали о сфере финансовых рынков? как вам прощаться? Наталья меня зовут? не, Наталья, не слышал ничего не слышали? а работаете сейчас? ну, не на финансовом рынке ну, я поняла, что я на финансовом рынке вы в первую очередь должны понимать, что у нас для каждого клиента индивидуальный подход поэтому я должна написать для себя картину, кто вы, чем занимаетесь поэтому не стесняйтесь блин, да просто, знаете, сейчас страшно информацию потом будут всякие мошенники звонить страшно страшно давать мне информацию о вас? ну, вообще, вот как вы думаете? я вот боюсь просто я понимаю, что вы боитесь, но а с чего вы взяли, что вам будут звонить мошенники? я ваши данные никому передавать не собираюсь они останутся в нашей компании так что не переживайте, все будет хорошо понятно скажите, а вас что уже когда-то вам звонили мошенники, обманывали вас? ну, да, да, звонили иногда там говорили, что я выиграл там, я внес, представляете, 12 тысяч чтобы получить выигрыш там, а выигрыш 480, там, тысяч долларов да, я понимаю, что это же ситуация за подарки, вот говорится, платить не нужно да, вы действительно, постоянно мошенника вот у меня мама, женщина, очень умная и тоже ей когда-то пришло сообщение что она выиграла машину она тоже заплатила комиссию в итоге ничего взамен, как говорится, не получила вот, поэтому с каждым человеком такое происходит ничего страшного, не опускайте руки идите дальше да нет, я-то уже забыл про эту ситуацию ну, просто ну, вот так вот то, что меня привлекает это заработок на новостях я поняла, а как тем вы сейчас работаете? расскажите мне а вот просто смотрите я, допустим, вы сегодня смотрели новости? сегодня, ну, да, конечно я ежедневно узнаю очень большой объем ну, вот, мне просто стало интересно вот этот ваш, как это вот ну, вывеска, да, объявление что заработай на новостях а я как раз просто сегодня под впечатлением от новостей понимаете? вот такая новость вы вообще с Российской Федерации? да знаете, где Брянская область находится? да вот там, короче, в Брянских лесах в каком-то заболоченной местности нашли танк который там затонул по-моему, если я не ошибаюсь в 43-м году со времен Второй мировой войны представляете? я что-то слышала вроде бы в озере нашли этот танк если я не ошибаюсь ну, да, ну, что-то такое да Т-34, да? танк Т-34 нет, немецкий 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 нет, значит, мы про разные новости Зигферт или как-то это и так это это не самое важное это когда люк вот это на башне открыли ну, там историки то, короче, там внутри как это, салон называется или вот ну, внутри танка был, короче, огромный сом рыба его, короче, вытащить не смогли через люк ну, и, короче, вот там биологи, микрофеологи установили что, короче, он туда в 43-м году в дуло мальком заплыл и вот там вот 70 чем-то лет прожил представляете? ого, ничего себе и они не смогли вытащить слово, правильно? да нет, ну я не знаю как ну, факт тот что он там 70 лет прожил в танке интересно, о чем он питался? у танкиста хуй сосал вот эта новость повлиять на финансовый рынок или нет? нет, это никак не влияет а, нет, да ну вот а какие влияют? подскажи как вас, пожалуйста, зовут? вы уже спрашивали как меня зовут? послушайте, а почему вы смеетесь? не тикаете? я что-то смешное сказала? ну да ну что я смешно так, а мне что нельзя посмеяться что-ли или что? ну, в основном люди смеются если они слышат что-то смешное так это смешно я вроде бы ничего смешного не говорила вы как-то несерьезно настроены вы просто не стоите зарабатывать на новостях всем работаете, рассказываете? ну, блин я не знаю вам говорить или это или нет ну, как есть говорите я преподаватель что преподаете? экономику и как вообще достойно вас трудоплачивают? достойно ну, сколько удается зарабатывать? ну много но в основном наши клиенты приходят к нам с низким уровнем дохода или потому что они какие-то финансовые трудности ну, я же экономист я же экономист ну, вы же в первую очередь преподаватель? ну, нет в первую очередь я экономист а давно уже преподаете? да да экономика это мои хобби вообще экономика это моя жизнь а почему ранее рисировать? если в экономике разбираетесь хорошо? да вот что-то не получалось вот что-то не получилось а пробовали? нет не пробовал я не лам ну, а вот теперь решились попробовать узнать для себя что-то новое? ну, зарабатывать на новостях да так, а сколько вы сейчас зарабатываете? ну, в среднем не обязательно говорите в среднем 38 и как вообще вам этих денег хватает? ну да да ну, как любой человек заинтересован на том, чтобы зарабатывать больше правильно? абсолютно верно абсолютно верно ну, вы сами понимаете что сейчас кризис в стране у вас какие финансовые вопросы а чем он выражен? чем он выражен кризис? чем он выражен? да ну, тем, что малый бизнес пал, люди не могут найти работу не предоставляется им работа из-за этого а вы можете какие-нибудь официальные статистические показатели привести? реальные примеры? да нет, не реальные примеры а реальные статистические показатели убытка малого бизнеса сейчас карантин был когда он был? очень большие ограничения ну, а статистические показатели какие? тут же понимаете я так понимаю что сфера инвестиций это графики где есть цифры а цифры не обманешь цифры всегда точно показывают ну, а вы можете выявить статистические показатели либо чего компании давайте рассмотрим статистические они как не экономического состояния страны какого экономического состояния нет, мы же про безработицу есть четкая статистика сколько у нас сейчас в России и безработных и сколько сейчас миллионов населения за чертой бедности находятся ой, чую некомпетентный вы человек девушка в данном вопросе послушайте я в своем деле компетентна как и а вы кто инвектор вы брокер то есть вы непосредственно вы даже не знаете кто такой брокер компетентный вы вот непосредственно кто это брокер это человек который предоставляет любому абсолютно желающему человеку возможность торговать на финансовом рынке потому что вы не имея лицензии не можете торговать на финансовом рынке ну вот вы не брокер а скорее всего вы представитель брокерской компании брокер это посредник между инвестором и бирже ну а вы мне какой-то не точно даете ответ между каким рынком и что чему там торгуем с вами это как называется часть рынка который торгует акциями компании хорошо подумай хорошо подумай троечку тесно тяжко поставлю если ответишь алё гуглить пошла я не понимаю ваш вопрос акции компании это фондовый рынок товарно сырьевой валютный рынок какой именно рынок вас интересует фондовый рынок будем работать с вами с акциями фондовый рынок да так вы же занимаетесь вы же занимаетесь торгуете акциями компаний но на рынке форекс правильно но вы же работаете по акциям компании на форекс и правильно вы вы больше специализируете форекс это по моему если я не ошибаюсь что такое форекс рынок форекс форекс это валютный рынок там торгуют валютными парами или акциями компаний это знаете как называется когда не знаешь и пытаешься себя показать слишком умным вот это называется блин есть четко форекс фондовый рынок вот давайте на чем мы остановимся фондовый рынок или форекс да чем хотите ну давайте на фондовом рынке остановимся давайте остановимся на фондовом рынке вас интересует акция я так понимаю абсолютно верно да что это такое акция это ценная бумага компании вы сами для себя понимаете что это акция это ценная бумага компании дающая право на дающих право на что на что право дает акция на владение компании частичная можно так сказать неужели не учете за уши тошу бэмп трюк мы что здесь вы у меня экзамен принимаете ну ты же сказал это компетентная да вы хотите убедиться моей команды во первых не ты а вы а что прошу прощения куда ж мне до вас прошу прощения просто я не пойду четко поставила четко поставила все но если ты блин не шаришь ой то есть свой просто ты такой акула экономики разговариваешь просто ты вот ну на самом деле далека от идеала без проблем без проблем я так понимаю ты великий инвестор нет далеко нет но в рынке разбираюсь я же экономист я говорю просто это у вас какие-то чудеса происходят люди не разбирающиеся в экономике зарабатывают большие деньги ну как как вы обещаете а я вот думаю как так больше никого это не говорит хорошо 20 процентов 20 процентов от инвестиций за какой период 20 процентов месяц да это сказочные деньги это сказать мне кажется так один человек инвестирует в мире у которого в геленджике там дом нашли за 100 миллиардов вот так вот такому это приведет как вы вообще такую гарантию можете дать что 20 процентов акции к херам попали мы заработаем здорово как же так возможно то есть мы ее купили за 100 долларов опа она на следующий день 80 мы просто золотились нападение не так зарабатывается по лучше не лезть сюда лучше не лезть сюда падение можно открыть нападение ну как мы на этом заработаем мы ее сделку когда хочешь можем открыть вообще . входа слышала про такое когда-нибудь то есть тут вообще по проигрыш и нету да если акция вырастет и заработаешь тем более если цена на акции упадет ты заработаешь тоже да то есть хоть она упадет хоть не упадет и терна заработаешь правильно плохо слышно плохо слышно плохо слышно поправь так нет нет поправь микрофон я вообще ничего не слышу до свидания до свидания сейчас слышно а а а